Приветствую вас. Первый вопрос, который хочется вам задать, заключается в следующем. А для чего вообще девушке нужно, чтобы мужчина с ней встречался? Зачем ей это нужно? Я могу сказать совершенно точно, что если человек самодостаточен, если человек знает куда идёт, если человек понимает куда он идёт, если человек имеет чёткие цели, чёткие ориентиры, то, в общем-то, ему не нужно, чтобы с ним кто-то встречался, ему не нужно, чтобы кто-то, в принципе, обращал на него внимание. Вот. Ему это ничего не нужно, потому что, в общем-то, всё у него есть уже. И так. А если и нет, то он, в принципе, сам может это всё, ну, для себя сформулировать, сформировать и так далее. Это, грубо говоря, если человек знает куда он идёт, если человек знает, что он делает, если человек идёт своим путём, вот, что ему не нужно встречаться с кем-либо, не нужно, чтобы с ним встречались, вот. Ну и, в общем, ситуация с точностью, да наоборот, происходит, когда данного аспекта нет. Да, то есть, человеку нужно, чтобы с ним встречались, когда ему, к примеру, некомфортно наедине с собой, человеку нужно, чтобы с ним встречались, когда ему наедине с собой не очень хорошо. Человеку нужно, чтобы с ним встречались, когда, по его мнению, да, у него нет каких-то качеств, которые нужны ему, человеку, я имею ввиду. Вот. То есть, это такие достаточно взаимосвязанные вещи, на самом деле. Вот. И без этих вещей, без анализа этих вещей, без работы над этими вещами, ну, на мой взгляд, абсолютно никак невозможно будет адекватно сформулировать вашу позицию, которая, ну, которая у вас есть. Вот. Это, значит, такой момент, да, в такую сторону. Дальше. Дальше. Значит, смотрите. Девушка может заинтересовать мужчину, да, если она нематериально обеспечена, и не иметь хороших внешних данных, тем, на чем и нужно, в общем-то, строить отношения. А именно, собственно, своим внутренним миром, своим умом, своей харизмой, если угодно. Вот. С тем, как она себя представляет, с тем, как она себя, к примеру, увидит, и так далее. Вот. Это является одним из самых таких важных моментов, если мы говорим об этом. И я бы не сказал, что для меня понятно, к примеру, почему вы считаете, что мужчину нужно заинтересовывать именно внешними данными, а не, к примеру, своим умом, да, своими духовными качествами и так далее. То есть я так вот могу предположить, что возможно, возможно, вы, ну, как-то вот преувеличиваете значение внешних данных, возможно, вы преувеличиваете значения, собственно, материальных каких-то, значит, ну, материальных, материального положения и так далее. Вот. Образик-разик заключается только в том, да, почему. То есть почему вы, откуда у вас данная позиция имеет место быть? Вот. Вот. Наверное, примерно так можно вам, в общем-то, ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Мужчине можно, в принципе, также показать свою важность, что ему нужно, ему можно продемонстрировать, что он для вас важен, что он, к примеру, получит от взаимодействия с вами достаточно много каких-то плюсов, достаточно много каких-то моментов и так далее. Вот. Это очень важная история. Это очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Ну, это уже зависит от вашей деятельности, это уже зависит от того, как вы взаимодействуете с мужчиной, да, и, соответственно, по поводу чего вы взаимодействуете с мужчиной. Вот. Что здесь, как конкретно происходит, протекает ваше взаимодействие, вот, с мужчинами. Вот. Что здесь, конечно, можно не столько анализировать, здесь, конечно, можно не столько анализировать и смотреть. Вот. Вот. Ну, в принципе, и все. То есть, пока что, на мой взгляд, вашей, вашей основной проблемой, на мой взгляд, является именно проблема идеализации, скажем так, внешних данных. И материального достатка. Вот. Мне кажется так. Я не думаю, что это то, что приведет вас к какому-то счастью. Вот. Так что, расширяйте свой внутренний мир. Смотрите на то, с чего вы хотите. Смотрите на свои желания, на то, ради чего вы желаете, чтобы мужчина хотел с вами встречаться. Вот. Вот. Ну, к примеру. И так далее. Это вот, собственно говоря, то, что вам нужно для себя определить. Это ключевые моменты. Ну, один из ключевых моментов. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.